140 выпускников Высшего колледжа цветной металлургии Павлодара получили долгожданные дипломы. Начинающих специалистов поздравили в торжественной обстановке и пожелали добрых совершений на жизненном пути. На протяжении 55 лет колледж ведет подготовку кадров для предприятий металлургической отрасли нашего региона. Обучаются порядка 530 студентов. Все по государственному заказу получают стипендию и место в общежитиях. И в этом году мы выпускаем 140 выпускников нашего колледжа, которые в дальнейшем пойдут трудиться на предприятиях Павлодарской области, именно металлургической отрасли. На сегодняшний день ребята, уже 60 человек и ребят, выпускников уже трудятся на предприятиях ЕРДЖИ. Ребята эти проходили обучение по дуальной системе и еще даже не получив диплом, они уже были все трудоустроены на предприятии, работали, получали заработную плату и вот защитились. Программа торжества была насыщена напутственными словами от уже бывших наставников уже молодым специалистам, творческими номерами, цветами и улыбками. Одна из выпускниц колледжа 20-летняя Амина Диггаут закончила учебное заведение по специальности слесарь-механик. По ее словам, изначально она рассчитывала поступать на наладчика контрольно-измерительных приборов и автоматики. Ну вот так вот получилось. Получается, вообще я хотела на Киповца, но тоже слесарь-механика, это тоже хорошая специальность и на заводе очень хорошо принимают. Конечно, очень рада, что именно сюда поступила, что именно такая у меня была профессия. И у нас на практике очень хорошо все объясняли, даже девушки были и на заводе работают. Четыре года вместе и с преподавателями очень тяжело расставаться, как бы все-таки второй дом, говорится так, ну очень тяжело. Как заметили в руководстве колледжа, у них обучаются много девушек и они не боятся рабочих специальностей. Связывают они это с высокой заработной платой на предприятиях. Однако самым главным показателем успешности учебного заведения остается трудоустройство выпускников. Ну где-то около 90% наших ребят трудоустраиваются. Занятость у ребят, выпускников 100%. Это многие ребята уходят в армию, кто-то дальше продолжает обучение в высших учебных заведениях. В этот день 140 выпускников получили дипломы среднего профессионального образования.